Всем привет! Привет! Меня зовут Леша. Я из проекта ВК Юла. И сегодня мы будем слушать доклад нашей Эмилии Куцаревой. Она из проекта Одноклассники. Это руководитель команды автоматизации тестирования. Она занимается мобильным вебом, занимается вебом, занимается API-тестами, автотестами и занимается Android-тестами. И помимо этого она еще и является преподавателем в Политехническом университете курса по автоматизации. Эмилия, расскажи, пожалуйста, мне как Android-разработчику очень интересно на самом деле, сколько у вас вообще тестов на Android? А сколько у тебя юнит-тестов, которые ты написал, как Android-разработчик? Давай. Ну, порядка 200-300. За всю жизнь? Нет, на проекте последний. Ну ты что? А, ладно, хорошо. У нас чуть больше тысячи тестов. Я сегодня про это расскажу. Круто. Слушай, это очень много. Нормально? Нам хватает? Да, точно хватает. Да. У нас такая штука, когда у нас был регресс у тестировщиков раньше, Android Core, там два тестировщика, они дежурят по неделе, и в неделю они делали раньше регресс три дня. Сейчас они делают регресс четыре часа в неделю. Мы делаем тестировщиков счастливее нашими автотестами, надеюсь. Это очень круто. Вообще они помогают вам? Да, да, они нам очень сильно помогают. Я расскажу про то, что мы запускаем автотесты на каждый коммит, в каждый pull request, и благодаря этому мы находим баги на этапе еще разработки ветки. И у нас достаточно много багов находится, и очень мало попадает, я надеюсь, в релизную версию. Слушай, ну, круто на самом деле. Мне уже интересно послушать твой доклад. Давай я передам тебе слово, и мы начнем тебя слушать. Спасибо большое, Леш. Всех приветствую еще раз. Очень рада здесь вас видеть вживую, и тех, кого не вживую, я не вижу, но все равно очень рада. Как вы поняли, я сегодня буду рассказывать про инфраструктуру Android UI тестов. Соответственно, начнем. Зачем вам может понадобиться этот доклад? Какие проблемы он может решить? Какие у вас боли могут быть, что вы пришли его сюда послушать, и он для вас будет актуален? Первое, если кто-то из вас писал UI тесты. Есть здесь такие люди, которые занимаются UI тестами. Поднимите руку. Вау, у вас очень много. Отлично. Соответственно, я думаю, что мы все знаем, насколько UI автотесты нестабильны. Это прям огромная боль сделать так, чтобы UI автотесты были стабильны. Потому что с API-шкой такой проблемы нет, а если мы возьмем Web, Web, Android, iOS, это отдельная проблема. Поэтому это, наверное, самое главное. Мы хотим сделать автотесты стабильными. Следующее. Недоверие к результатам. Я не знаю, насколько много вы работаете с разработчиками, но есть такая тема, по крайней мере у нас, что разработчики не особо доверяют результатам автотестов. Они хотят, чтобы тестировщик все посмотрел, все проанализировал, сказал им ок или не ок. Соответственно, мы очень хотим, чтобы нашим автотестам, их результатам доверяли и разработчики, и тестировщики. Следующая проблема. Нам сложно автоматически оценивать результаты. На самом деле, наша цель, например, это автоматический запрет мерджа в мастер-ветку. Если мы хотим этого достичь, нам очень важно автоматически понять, насколько наши автотесты ок или не ок. То есть, что у нас сломалось, как оно сломалось, на каком коммите оно сломалось и так далее, и тому подобное. Соответственно, нам нужно хорошо, точно, вовремя оценивать автоматические результаты прогона UI автотестов. Это тоже достаточно сложно. Окей, я сейчас немного расскажу про то, что у нас в принципе есть, немного про нашу ферму, так сказать. А после этого я перейду к плану выступлений и расскажу вам про то, как у нас все устроено, и как мы сделали так, что мы довольны, разработчики довольны, тестировщики довольны, и релизы катятся. Первое. Как я уже сказала, у нас сейчас чуть больше тысячи автотестов. Как раз недавно мы перешли этот порог. Мы к этому шли достаточно давно. Соответственно, автотесты Android у нас уже больше 5-6 лет развиваются в разной степени. Все мы собираем на TeamCity. Соответственно, сборка приложения, сборка АПК-тестов и юнитов происходит на TeamCity. Она идет порядка 15 минут. 20 минут у нас занимает прогон UI-тестов, и в сумме через 30 минут мы можем получить окончательные результаты. И сейчас расскажу, куда мы их получаем. Все это у нас происходит в пул-реквесте. Соответственно, всю информацию мы получаем там, и на каждый коммит в каждом пул-реквесте мы гоняем UI-автотесты. То есть получается, что в принципе, как только пул-реквест создался у разработчика, с его первым каким-то коммитом, будут прогонены, пробегутся UI-автотесты, и он получит по ним адекватный хороший результат, хорошо все или нехорошо все. Но это пока что небольшая преамбула, разумеется, про это я расскажу подробнее. Тесты мы запускаем в три потока по 250 автотестов, соответственно, у нас есть возможность гонять 750 автотестов в параллель. Мы все это делаем на облаке, соответственно, под каждый автотест создается свой эмулятор, и, соответственно, убивается после конца автотеста. Плюс у нас, если говорить по технологиям, я немного буду об этом говорить в докладе, мы используем Java и Espresso. Окей, теперь я немного расскажу про наш план доклада. Первое, о чем мы поговорим, это как у нас устроен запрет merge в автотестах и как мы этого добились. Второй пункт у нас будет — это стабилизация тестов, как мы смогли стабилизировать тесты на разных уровнях, какие хаки мы использовали и тому подобное. И далее мы с вами поговорим про то, как у нас устроены опции запуска, то есть как мы, в принципе, запускаем автотесты, какие у нас есть лайфхаки, какие-нибудь функции дополнительные. Мы сделали так, чтобы это было удобно. Окей, первый пункт. Как устроен запрет merge в pool-реквестах? Автоматическое разрешение merge зависит от нескольких вещей, абсолютно логичных и последовательных. Первое — это сборка приложения и тестов. Что логично? Если у нас не собралось приложение, если не собралось АПК-тестов, какой смысл у нас запускать юниты, какой смысл запускать UI-тесты? Далее все собралось, мы гоняем юнит-тесты. Юнит-тесты пробежали, мы начинаем гонять UI-тесты. Соответственно, к этому ко всему асинхронно мы добавляем аппрув от мейнтейнеров наших, и в итоге мы получаем то, что вот эта вся схемка нам дает либо разрешение мерджа, либо запрет мерджа. Какие бывают результаты запуска UI-тестов? Давайте поговорим, как мы позволили запретить мердж по UI-тестам. Соответственно, как я ранее говорила, pool-реквест — это наша основная точка входа. Мы работали с разными вариантами. У нас были комментарии в жире, у нас есть своя кастомная система отчетности. Мы пытались туда тоже прокидывать результаты, смотреть, но поняли, так как разработчики у нас коммитят в pool-реквестах, они там работают, они там делают ревью. Логично сделать так, чтобы pool-реквест был основной точкой входа. И на самом деле это показало, насколько это удобный вариант и качественный для них. Потому что чем меньше мест, куда нужно заходить, тем оптимально, тем больше этим будут пользоваться. Соответственно, мы получаем сообщение в pool-реквесте. Оно состоит из нескольких основных пунктов. Первое — это статистика по запущенным тестам. Под каждый пункт я расскажу отдельно про самые важные. Мы получаем ссылки на отчеты по тестам, мы получаем ссылки на перезапуск тестов, и также мы получаем ссылки на АПК и сборку в TeamCity. Плюс в конце у нас можно открыть статистику по тестам, соответственно, какие-то застабильные, нестабильные и так далее. Получается у нас вот такое вот красивое сообщение. На самом деле в pool-реквесте оно выглядит достаточно объемным, если особенно у вас что-то завалилось. Окей. Что происходит при разрешении мерджа? Верх вашего сообщения примерно выглядит вот так. Вы видите прекрасную зеленую галочку, которая говорит, что у вас все в порядке, соответственно, у вас будет разрешение мерджа. И мы видим, что у нас есть какие-то числа. У нас есть три категории тестов. Стабильные, нестабильные и вечно падающие. Дальше идут остальные сообщения, которые есть в этом логе, но сейчас это неважно. Что мы видим при запрете мерджа? Мы видим, что у нас появляется красный крестик между зеленой галочками. Значит, соответственно, здесь что-то не так. Числа падающих автотестов увеличиваются. И мы уже сразу внизу видим, что у нас появляется какая-то ссылка на какие-то прогоны тестов, которые упали на этой ветке. Соответственно, мердж будет запрещен. Куча тестов у нас упала. Они вышли за какие-то лимиты. И поэтому все пошло так. Теперь я немножко расскажу про то, как мы разделили автотесты на категории и, соответственно, как мы их считаем. Первое. Мы разделили тесты на стабильные, нестабильные и вечно падающие, как вы поняли. Соответственно, стабильные тесты — это те тесты, которые у нас проходят больше 96%. То есть мы берем какой-то процент, который определяем, можем динамически менять. Вы можете выбрать какое-то свое число. Нестабильные — это автотесты, которые проходят больше 0%, но меньше вот этих 96%. И, соответственно, вечно падающие тесты на самом деле не вечно падающие, но зато количество раундов, прогонов, тестов, которые мы считаем, они постоянно падали. То есть у них рейтинг 0. Но на самом деле считаем мы все это немножко сложнее, чем просто по количеству падений и так далее. А теперь попроходнее про то, как стабильность тестов считается. Первое, что мы делаем, мы берем N последних запусков. То есть мы не смотрим на всю историю прогона автотестов, потому что у нас меняется от релиза к релизу нашей функции, у нас ломаются автотесты, у нас чинятся автотесты, что-то происходит. Поэтому мы берем N. Сейчас у нас N — это 50. Мы примерно считали, сколько у нас выходит меньше, чем в наш релизный недельный цикл на Андроиде. Далее. Что еще важно? Мы берем только доверенные джобы TeamCity. Сейчас расскажу, что я называю доверенными джобами TeamCity. У нас есть много ручных запусков. Мы запускаем все автотесты через TeamCity. Соответственно, вы можете запустить на своей ветке. На своей ветке вы можете что-то сломать. Пытаться починить автотест, не смогли починить. Вы можете проверять какие-то функции, которые хотите запустить на них тесты, с этими тестами тоже будет что-то не так, они упадут. Но проблема в том, что эти все падения, они будут несправедливы по отношению к статистике теста. То есть получается, что на ветке мы упали, но на самом деле автотест показывал баг. С ним все в порядке, с ним нет никаких проблем. Поэтому мы убрали из доверенных джоб все джобы, которые мы запускаем вручную с разными пропертиями, с разными параметрами. И оставили только наши автоматические запуски с одинаковыми параметрами, в которых мы уверены. Это придало нам стабильности и, соответственно, надежности. Что еще важно? Мы запускаем автотесты только на основных ветках. Наш релизный цикл — это pull request. При approve попадает в develop, develop попадает в stable, stable попадает в релиз. В принципе, все просто. Соответственно, когда мы считаем стабильность тестов, мы смотрим только на develop, stable и релиз ветки. На другие ветки мы не смотрим. То есть все, что вы запускаете по своим веткам, даже если это запускается на доверенных джобах, считаться абсолютно не будет. И это тоже честно, потому что пока ваша фича, например, как разработчика не была залита в основную ветку, получается, что эти функции, которые, возможно, еще не работают, могли поломать автотесты. Они могли справедливо… автотесты могли справедливо найти баг. Соответственно, тоже будет нечестно по отношению к ним. Что еще мы добавляем? Это исключаем инфраструктурные падения. Все тесты у нас запускаются в облаке. В облаке на каждый автотест создается свой эмулятор. Соответственно, могут быть какие-то проблемы. То есть у нас, например, эмулятор может не создаться, может создаться криво, мы не можем получить логи, не можем что-то отдать эмулятору и так далее. Все это приводит к инфраструктурным падениям, и опять-таки тест работает хорошо. Это проблема с нашей фермой. Что-то происходит, что-то не так. Мы не должны такие падения включать в стабильность теста. Мы их тоже убрали. Мы их определенным образом маркируем и, соответственно, потом исключаем. И что очень важно, и про что я еще буду отдельно говорить, мы считаем не только запуски автотестов, но и их перезапуски. Про перезапуски автотестов на разных этапах я тоже немного расскажу. Это стоит запомнить на будущее. Окей, у нас получается вот такая схемка, и каждый из пяти пунктов здесь очень важен. То есть они дают точную статистику по автотестам. Именно в такой комбинации здесь нельзя ничем пренебречь. Что еще важно отметить? Мы исключаем из падающих на ветке тесты с известными падениями. То есть получается, что если мы на ветке видим, что есть какой-то автотест, и вот его падение мы уже маркировали, мы можем смотреть на таски в джире. С помощью нашей кастомной системы отчетности мы умеем их прилинковать, прикреплять к падению. То есть упал у нас автотест на какой-нибудь 50-й строчке с какой-нибудь ошибкой, не нашли мы какую-то вьюху. То же самое. Он упал на ветке. Мы уже промаркировали. Это известный баг. На этой ветке ничего не изменится от того, что мы на него будем смотреть, потому что мы уже знаем, этот стектрейс нам известен именно для этого автотеста. Соответственно, мы исключаем такие автотесты тоже по счету статистики, и это тоже справедливо. Окей. Соответственно, мы выводим ссылки на отчеты по падающим автотестам в пул-реквесте. У вас будут стабильные ссылки на падение, ссылки на стабильные тесты, которые упали, и топ нестабильных. Зачем мы это делаем? Мы хотим, чтобы у нас были не только стабильные тесты, которые больше 96%, мы хотим еще смотреть на те тесты, которым мы не будем запрещать так сильно мерч, то есть у нас будут какие-то лимиты, но мы хотим их также вывести. Теперь про лимиты мерджа. Получается, что по стабильным автотестам, которые больше 96%, если хотя бы один стабильный автотест упал, у вас будет запрет мерджа. То есть вам нужно, чтобы эти автотесты идеально отработали. Если у вас упало, в нашем случае 20 нестабильных автотестов, больше 20 автотестов, у вас тоже будет запрет мерджа. Тут логическое и используется. Если у вас падают вечно падающие тесты, на них внимания мы не обращаем, соответственно, это тоже ок. Ну и в отчете в итоге мы с вами выведем максимально N тестов. То есть мы не будем выводить все. Сейчас покажу, как это выглядит в сообщении. Соответственно, запрет мерджа, продолжение нашего сообщения. Первое — топ стабильных тестов и ссылки на эти автотесты. То есть мы прямо из сообщения в pull request можем перейти по ссылке, увидеть скриншоты, логи, логкет почитать, посмотреть, когда этот тест падал, какая у него история прямо отсюда, что очень удобно и облегчает работу. Вам не надо никуда лезть. В принципе, может быть, даже по названию автотеста вы поймете, что произошло, что не так, что вы что-то, какой-то модуль задели. Плюс топ нестабильных тестов, которые также упали на ветки, также на них ссылка. И суммарно, чтобы у нас не были вот такие огромные сообщения, не захламлять лог pull request, мы выводим не больше, в нашем случае, 20 различных сообщений. Окей, у нас был пятый пункт. Мы также смотрим статистику по тестам. Соответственно, нам очень важно маркировать, отслеживать, что у нас происходит с тестами, поэтому мы можем в любой момент времени открыть статистику по тестам, посмотреть, какие тесты сейчас-то в стабильной категории, в нестабильной, какой у них точно процент, какие у нас в самом низу, их нужно срочно чинить. Это тоже доступно, это удобно для того, чтобы периодически проводить аудит автотестов. Что при такой схеме важно учитывать? Потому что здесь тоже есть некоторые кривые моменты, которые очень важно запомнить, ну и, соответственно, как-то обработать своей логике. Первое — это у нас есть новые тесты. Когда вы заливаете новые тесты, новые тесты не значат стабильные. Возможно, их написали, возможно, их погнали один раз, сейчас они зеленые, через два прогона они начнут флакать, мигать, или они вообще начнут падать постоянно. Соответственно, что мы делаем? Мы ждем в нашем случае 5 запусков. Минимальный подсчет статистики происходит от 5 запусков. Если у вас прогон прошел меньше 5 запусков, у вас ничего подсчитываться не будет. Эти тесты будут в категории вечно падающих. Что здесь также важно учитывать? Когда у вас в какой-то ветке, так как у нас автотесты, код автотестов лежит вместе с кодом разработчика, мы также делаем пул-реквесты на автотесты. Если у вас появились какие-то новые тесты, вы их написали сейчас, ранее их не было, такие автотесты обязаны быть зелеными, чтобы было разрешение мерджа. Это тоже такой небольшой краевой важный момент, потому что иначе, так как эти автотесты вечно падающие, в такой категории находятся, возможно, что мы их не посчитаем при запрете мерджа, и люди просто начнут заливать красные тесты, и мы увидим это уже в мастер-ветке. Далее. Какой-то тест может неожиданно начать падать. Например, пролез какой-то баг-девелоп, или у нас что-то обновилось на апе, например. Соответственно, еще что-то произошло, включили какую-то фичу или выключили. Все что угодно. Получается, что у нас это может быть стабильный тест, и у нас резко все пул-реквесты, по ним будет запрещен мердж. Что можно сделать? Это либо ждать наполнения истории, что мы обычно делаем, мы ее накатываем побольше прогонов, либо у нас должна быть какая-то специальная функция, когда мы можем менять категорию теста. Плюс у нас есть еще такая штука, небольшой лайфхак, когда у нас дежурный тестировщик может в принципе вручную разрешать мердж. То есть если он посмотрел все в порядке, он берет за это ответственность, он разрешает мердж вручную. И третий момент, про который хотелось бы поговорить. Когда у нас баг попал в основную ветку? Такое тоже бывает очень редко. Например, не заметили, что автотест стал красный, он в категории нестабильный, не заметил разработчик, мерж был разрешен. В девелопе тест начал постоянно падать. Получается, что у нас в девелопе был залит и баг, и сломанный автотест. Мы решили в таком варианте следить за падениями автотеста. То есть если какой-то тест начал падать n раз подряд на девелоп ветке, мы отсылаем нотификацию дежурному. В нашем случае, если пять падений на девелопе для нового теста, отсылается нотификация. Что в итоге мы сделали? Мы разделили все тесты по категории, стабильные, нестабильные, вечно падающие. Мы постоянно отслеживаем их стабильность с помощью нашей логики. Мы игнорируем инфраструктурные и известные нам падения. И благодаря такой схеме мы можем автоматически запретить мердж, что мы и сделали. Хорошо, переходим ко второму разделу. Здесь я расскажу, как мы делаем тесты стабильнее, как вообще это возможно, в какие стороны мы посмотрели, чтобы сделать тесты стабильнее. Первое — это внутри кода тестов. Разумеется, с тестами можно работать, можно работать с бизнес-логикой, с какими-то ошибками, которые происходят. Это понятно, это логично. Но нам бы хотелось стабилизировать какие-то общие для всех автотестов вещи. Поэтому мы решили, что нам нужен ретрай действий. Я буду говорить про ретрай действий и ретрай проверок. Схема у них очень похожая, но на всякий случай я проговорю оба варианта. Вы совершаете какое-либо действие. Если все ок, как бы отлично, все в порядке, все совершилось, ничего не будет происходить. Но у вас может быть при совершении действия либо no matching view exception, у вас не нашлась какая-то вьюха, либо perform exception. Соответственно, у вас действие не совершилось, выпал какой-то exception, что-то не так. Мы решили использовать эспрессовский класс, failure hender, и с помощью него ловить подобные исключения в случае совершения действия. Если мы поймали эти два исключения, мы ретраем это действие в течение какого-либо определенного времени. Получается, что если у нас случайно не нашлась вьюха, но на второй раз через несколько секунд она найдется, или мы не смогли сделать какое-то действие, мы это сможем повторить, и это будет происходить, пока у нас не закончится либо тайм-аут, либо у нас все не станет ок. Это стабилизирует. Очень похожая схема с проверкой. Пройду ее побыстрее. У нас есть проверка. Все хорошо. И если все плохо, у нас есть к предыдущим двум exception добавляется еще один. Assertion error, потому что это то, что отвечает за проверки. То же самое мы отлавливаем с помощью failure hender. Отловили, повторили, если что-то произошло, пока не истекло время, либо пока мы не добились положительного результата. Тут важно учитывать, конечно, что теоретически мы можем пропускать какие-то баги. Но так как наша цель была это автоматический запрет мерджа, и в принципе, чтобы у нас вот тысяча автотестов не просматривалась вручную, она постоянно поддерживалась зелеными, мы решили, что мы можем этим пренебречь. Но так как это все есть в истории, такие вещи можно посмотреть, они логируются, все это можно в целом отследить, если будет такая необходимость. Еще чистая эспрессовская штука, такая андроидовская, мы работаем с повторяющимися элементами. Например, отличие андроида, эспрессо, того, как он работает с элементами и того же самого селениума и селенида, то, что вы не можете работать с целым каким-то набором элементов. Если вы что-то ищете по матчеру, это должен быть один элемент. Соответственно, если у нас есть какие-то повторяющиеся элементы, мы тоже сделали небольшой хак, мы ищем какой-то элемент, если он нашелся один, это ок, это нормальный сценарий, но у нас может выпасть Ambiguous ViewMatcherException. То есть получается, мы искали один элемент, нашли много элементов. Для эспрессо это ненормальная ситуация, он такого не хочет. Но, например, в Одноклассникух у нас есть много разных списков. Списки друзей, списки музыки, фотографии. Всех этих элементов много, если мы их ищем по одинаковому матчеру. Соответственно, мы также используем снова наш любимый FailureHandler, отлавливаем это исключение и забираем именно первый элемент, который нам нужен. Здесь очень важно понимать, что вы всегда будете работать с первым элементом. Если вам нужен какой-то другой, вам нужно точнее написать матчер. То есть это, опять-таки, то, на что мы идем, и то, что мы учитываем при написании автотестов. То есть все это бизнес-логики. Что мы еще сделали внутри кода тестов? Мы используем ожидания. Соответственно, в эспрессо есть Adlink Resource. Соответственно, мы реализовали у нас такой набор различных ожиданий. Adlink View Shown, View Not Shown и так далее. Это все наши кастомные ожидания. Здесь не все, кстати, но которые чаще всего используются. То есть мы можем ждать, что у нас появится Activity, мы можем ждать первого появления элемента, мы можем ждать, что у нас появилось определенное количество View и так далее и тому подобное. В комбинации с паттерном Loadable Component мы получаем идеальную схему, потому что, когда мы с вами загружаем новую страницу, мы не всегда можем рассчитывать на те ожидания, которые есть в эспрессо. Соответственно, первый метод, который мы делаем при подгрузке новой страницы, это будет метод ожидания. Мы будем ждать появления какой-то вьюхи. Дальше мы уже можем использовать мгновенные проверки и ассерты, но очень важно для стабилизации тестов ждать именно первого элемента. Таким образом, мы убедимся, что скрин у нас полностью погрузился, у нас все в порядке, мы можем, соответственно, с ним работать. Разумеется, ожидания у нас ограничены каким-то образом по времени, и, соответственно, если мы не дождались элемента, мы опять-таки упадем с красивой, понятной ошибкой, что какие-то базовые элементы скрина у нас не прогрузились. В целом, такую же логику мы, например, используем и в Web, и MobWeb автотеста. Так что это, в принципе, достаточно известный паттерн и сочетание вещей. Окей, что мы еще сделали внутри кода? Мы решили, что нам надо максимально уйти от UI, что вполне логично. То есть, понятное дело, что шаги автотеста, которые должны быть выполнены через UI, мы делаем через UI. Это ок. Но, например, когда нам нужно подготовиться к автотесту, нам нужно зачистить что-то для автотеста, если у нас не временные боты, а статические боты, для всего этого мы используем наш API-клиент. Соответственно, все, что можно проскипать, все, что не является основными шагами автотеста, можно сделать через API, если у вас есть подходящие методы. Опять-таки, такую же логику мы используем и в других наших проектах. Это нам экономит время, это первое, и это делает наши тесты сильно стабильнее. Чем больше мы уходим от UI, чем больше мы приходим к API, тем стабильнее становятся наши тесты. Второе, что мы сделали, это добавили работу с диплинками. У нас появилась быстрая навигация. То есть, как в Web, например, вы можете скипать какие-то шаги, пропускать какие-то действия, когда вы переходите по ссылкам. То же самое можно делать в Андроиде. Мы просто начинаем переходить по нужным нам разделам, опять-таки скипаем лишние шаги, делаем тесты стабильнее, экономим время. Это круто работает. Далее мы добавили быстрый логин. Вместо того, чтобы каждый автотест, а у нас в Одноклассниках почти каждый автотест логиниться какими-то ботами, потому что у нас соцсетка, нам нужны юзера, чтобы проверять наши все функции, всю нашу бизнес-логику. Мы скипаем формочку через UI. У нас есть специальный метод от разработчиков, который нас логинит без этого всего. Это происходит намного быстрее, и мы не попадаем на какие-то эксперименты страницы логина. То есть, в принципе, у нас всегда будет работать логин, не считая тех тестов, которые проверяют именно скрин логина. Это тоже ок и хорошо. Соответственно, к этому ко всему можно добавить все, что угодно, что может быть у вас в проектах. Это именно наше решение, наши варианты, которые у нас работают как бы здесь по логике. Окей, давайте немного просуммируем, что мы делаем внутри кода тестов, чтобы сделать все это стабильнее. Первое, мы ретраем действия и ретраем проверки. Второе, мы работаем с повторяющимися элементами. Мы используем ожидания вместе с паттерном loadable component. И заменяем UI-шаги. Максимально их пропускаем, заменяем то, что можно, то, что логично заменить. Окей, получается у нас вот такая прекрасная схема. И теперь перейдем к следующему нашему разделу. Что мы делаем внутри раннера? У нас есть свой собственный кастомный раннер. Он написан на основе DropWizard Application. Соответственно, там вся та логика, которая нужна нам. И какие-то вещи мы тоже там немножко оптимизировали под всю нашу логику и под стабилизацию всей этой инфраструктуры. Первое, что мы сделали, это мы ретраем действия раннера. Тут важно сказать, какие в принципе у раннера могут быть действия. Это может быть получение эмулятора, это может быть установка приложения и тестов, что логично. Без этого мы не можем прогнать автотесты. И, соответственно, после того, как у нас прогнался автотест, у нас приходят какие-то логи, мы эти данные скачиваем с эмулятора. Здесь тоже может быть какая-то ошибка. В любой из этих пунктов у нас может что-то пойти не так. У нас может проксиане выдержать, может просто сервисов отвалиться и так далее и тому подобное. Все эти вещи не должны влиять на автотесты. В принципе, фирма должна быть всегда стабильной, должна всегда работать. Поэтому мы решили, что эти действия тоже нужно заретраить, чтобы все эти проблемы не выскакивали. У нас сейчас ретрая этих действий строит, соответственно, три попытки на получение эмулятора, три попытки на установки приложения и так далее и тому подобное. Инфраструктурных падений стало намного меньше, что вполне себе логично. Далее. Мы ретраем сами тесты. Тоже мы ретраем это на уровне раннера, поэтому я здесь об этом говорю. Если у нас какой-либо автотест упал на ветке, как бы это, в принципе, ок ситуация, он упал. Но мы знаем, что не все тесты стабильнее. То есть он может проходить, он может падать, может быть, 50 на 50. Нам нужно точно убедиться, что с ним какие-то проблемы именно на этой ветке и что они повторяются несколько раз. Поэтому мы решили сделать так. У нас какой-либо тест падает. Мы смотрим на его успешность, про подсчет успешности. Я до этого рассказывала. Вот это наша пресловутая статистика и прочее. Соответственно, если у нас успешность больше определенного процента, мы этот лимит поставили в 30. То есть, если получается, у нас автотест хоть как-то более-менее проходит, то есть, ну, не слишком уж постоянно падающий, то как бы ок. Если этот процент меньше, то есть этот тест либо вечно падающий, либо как бы все очень-очень плохо, он какой-то нестабильный, кажется, нам нет никакого смысла тратить наши ресурсы и его ретраить. Поэтому мы решили, что такие тесты мы перезапускать не будем. Окей. Успешность больше, чем какой-то икс. Мы смотрим на то, сколько раз мы уже проретраили этот автотест. У нас также кастомно выставляется, сколько максимально ретраев может быть на прогон. То есть, сколько раз мы перезапустим ваш автотест, прежде чем передать вам результаты прогона и сказать, ой, а здесь, кажется, есть проблема. Мы смотрим, если мы этот автотест ретраили еще меньше n раз, у нас сейчас происходит два ретрая. То есть, суммарно на каждый коммит в каждом баллоквесте будет минимум три запуска каждого автотеста, который упал. Соответственно, если ретраили меньше n раз, точнее, больше n раз, мы его ретраить не будем больше. То есть, мы вышли за лимит, сделали два ретрая, он опять упал, все, с ним все плохо, у него три падения, хватит. Если мы его заетраили меньше n раз, мы его будем перезапускать. И, соответственно, чтобы очень сильно не нагружать ферму, потому что у нас тысяча автотестов, если мы каждый автотест, который резко упал, за ретраем два раза, у нас будет 3000 запуска на один коммит, мы решили, что нужно ограничить максимальное количество ретраев на запуск. Если у нас уже упало 100 тестов, соответственно, мы перестанем перезапускать эти автотесты. То есть, мы скажем, окей, все, здесь слишком много красных тестов, разберитесь пока с этими проблемами, потом снова запускайте, и тогда мы нормально перезапустим все упавшие. Вот. Окей. Что мы делаем еще? Мы, разумеется, используем тайм-ауты, потому что без них никуда, мы не хотим, чтобы у нас автотесты гонялись бесконечно, поэтому мы делаем две вещи. Мы ограничиваем время прогона теста изнутри. То есть, получается, что если у нас там тест что-то не успевает, то, соответственно, раннер его останавливает по какому-то тайм-ауту. И что может быть? Приложение может зависнуть, раннер тестов может каким-то образом зависнуть наш, и получается, что зависшие тесты мы также останавливаем по более большому какому-то тайм-ауту. То есть, у нас по возможности подгрузятся все логи в нашу систему отчетности, мы их не потеряем, но зависшие тесты мы остановим, потому что мы хотим, чтобы наша ферма как бы планомерно нагружалась. Получается у нас вот такая схемка. Давайте тоже немного просуммируем. Что мы делаем внутри раннера? Первое, мы ретраем действия самого раннера, эмуляторы, логи, АПКшки и так далее. Далее, мы ретраем тесты. Заметьте, что все ретраи тестов, то есть все предыдущие падения, мы пишем в нашу систему отчетности. В любой момент вы можете найти все логи, которые вам нужны. Скриншоты, логкэт. То есть, вы можете увидеть, что автотест упал один раз, упал второй раз, стал зеленым, но вам доступна вся эта история. То есть, посмотреть, где были проблемы, какой автотест флаг отмигает, с каким проблемой, может быть, есть какой-то баг, просто который непостоянно воспроизводится, вы сможете. Это очень важно для последующего исследования и для того, чтобы приложение все-таки было стабильным. И третье, что мы сделали, это мы ограничили время прогонов, но это просто разумная такая мера. Получается вот такая схема из трех пунктов. Окей. Что мы делаем внутри пул-реквеста? Это третья часть нашего второго раздела. Из сообщения в пул-реквесте тоже можно что-то сделать, не только получить ссылки, не только посмотреть статистику. Первое, что мы можем сделать, перезапустить только упавшие автотесты. То есть, у нас приходят результаты прогона, он говорит, вот у вас там 10 тестов упало, 15 упало, не суть. Вы можете перезапустить либо всю тысячу, это наш второй вариант, либо первый вариант, перезапустить только упавшие тесты. Соответственно, запрет мерджа будет считаться уже по новому прогону, и если эти тесты уже стали зелеными, то запрет мерджа может быть уже разрешение мерджа, и это тоже ок. Либо, если вы хотите удостовериться, у вас какой-то новый коммит ветки, вы серьезно что-то переделали, вы можете перезапустить вообще все тесты, и снова у вас будет запрет мерджа по полному саммари этих автотестов. Это тоже удобно, на самом деле, очень часто разработчики пользуются перезапуском упавших тестов, здесь только есть один нюанс. Я говорила про то, что у нас есть два ретрая, соответственно, если вы перезапускаете в нашей схеме в пул-реквесте автотесты, по сути дела, у вас какой-то автотест мог пять раз подряд упасть, на шестой пройти, и у вас будет разрешение мерджа. Поэтому этим нужно пользоваться очень аккуратно и следить за тем, что как бы это уже очень много прогонов, это много падений, на них нужно обращать внимание. Но опять-таки, ради запрета мерджа мы этим немного жертвуем, и смотрим на это потом уже в develop, stable, release ветка. За этим у нас следят наши корр-тестировщики дежурные. Что еще мы делаем? Мы решили, что нам нужно замораживать фичи тогглы, потому что у нас очень много экспериментов, соответственно, это достаточно большая проблема для UI-тестов, это очень сильно мешает их стабильности. Мы решили, что мы можем заморозить фичи тогглы. Первое — это для всех тестов. У нас есть такая настроечка, которая лежит в Android-проекте, мы из нее постоянно читаем, и, соответственно, мы смотрим, какие у нас там прописаны property, в каком значении они стоят, и для всех тестов их применяем. То есть это такой большой файл с фризом всех properties. Второй вариант — у нас есть отдельные аннотации для тестов. Мы можем поставить к определенному тесту, например, он проверяет какую-то новую фичу. Есть какие-то старые тесты, которые проверяют старую фичу, и они должны работать. Мы ему проставляем аннотацию, что здесь у нас property какая-то, наш фича тоггл будет вот в таком значении, запустить с ним автотест, и он будет переписывать те properties, которые указаны либо в нашей системе, либо указаны в файлике нашем в проекте. То есть это самая такая главная аннотация для тестов. Таким образом, мы можем запускать такие фичи на, тесты на старые фичи и тесты на новые фичи. Это удобно. При такой схеме получается, что есть один нюанс, это поддержание таких рубильников, таких фич отогглов в актуальном состоянии. Да, за этим нужно следить, нужно руками проверять, что у нас происходит, актуализировать своевременно. Это может быть проблемой, но как бы она тоже решаема, и, по крайней мере, тесты у нас становятся стабильнее. Это тоже плюс. Окей, давайте немножко просуммируем вот этот большой-большой раздел. Получается, что мы делаем тесты стабильнее в нашем коде. Это вполне логично. Мы используем возможности эспрессо. Вы можете использовать то, что есть у вас в библиотеках, там в том же самом Selenium, Selenity, эспрессо, коспрессо, на что вы пишете. Далее, если у вас есть какой-то раннер, кастомный, стандартный, если у него есть какие-то действия, которые могут заваливаться, их тоже можно стабилизировать, повторять, соответственно, какое-то количество раз. Что немаловажно, мы даем разработчикам возможность перезапускать автотесты, упавшие, либо все тесты в пулл-реквесте, если, например, они считают, что это необходимо. Это удобно. И мы работаем с фича toggle. Если нам нужно, мы замораживаем какие-то фичи. Это тоже хорошо, нормально, удобно и работает. Окей, получилась такая схемка. И сейчас мы переходим к третьему нашему разделу, как мы, в принципе, запускаем тесты. Первое, про что стоит сказать, мы параллелизируем тесты. В какой-то момент у нас стало порядка 700 тестов, и мы запускали их на одном инстансе, одним потоком, как бы мы могли запустить какое-то количество. Мы захотели запускать больше тестов, мы захотели их запускать на каждый коммит, в каждый пулл-реквест, и так, чтобы они не стояли в огромной очереди. Соответственно, что нам пришлось сделать? Это сделать так, чтобы тесты были атомарны относительно сами себя. То есть, чтобы мы могли запустить тест X на одной машине, тест X на другой машине, и оба тесты прошли. Что для этого нужно сделать? Нужно перевести все тесты по максимуму на временных ботов. То есть, у нас могут быть статичные боты, которые забиты под тест, заранее созданы, у них есть логин, пароль, они серьезные ребята. Могут быть временные боты, ботов, которые вы создаете под каждый конкретный автотест. У нас есть своя система регистрации ботов таких, это нам очень сильно помогает. Соответственно, временные боты как раз таки позволяют нам сделать так, чтобы тест был атомарен относительно самого себя, чтобы мы могли его запускать в столько потоков, сколько мы хотим. Ну, и разумеется, конечно, у нас остались какие-то тесты, которые невозможно организовать на временных ботах, потому что мы не можем подготовить эти данные через опишку, через UI, какая-то специфика есть. Такие статических ботов мы можем разделить на ботов на чтение и ботов на редактирование. Если у вас боты на чтение, они ничего не меняют, нет проблем запускать их также в несколько потоков. Это ок. Но если у вас есть боты на редактирование, соответственно, мы не можем запустить этот автотест несколько раз подряд. Поэтому мы решили, что для таких вещей у нас будут отдельные прогоны, и они будут запускаться именно последовательно. То есть мы не будем допускать параллельного запуска таких тестов. За этими автотестами мы тоже, конечно, следим, но они не запускаются уже на каждый коммит, в каждый пулреквест. Они запускаются только на develop, stable и релиз ветки. Ок. Что еще мы сделали? Мы добавляем аннотации для запуска. Мы всегда хотим запускать тесты по-разному. Одному тестировщику нужно так, другому разработчику так. Поэтому мы для себя выделили несколько типов аннотаций для запуска. Первое — это тип устройства. Мы умеем запускать тесты и на смартфоне, и на планшете. Соответственно, у нас есть автотесты, которые написаны именно по планшете, поэтому их нужно запускать на них. Далее у нас есть разные типы тестов. Например, у нас есть тесты апгрейдов версий. Когда мы обновляем одну версию на другую, их нам нужно запускать определенным образом. У нас есть стандартные UI-тесты. Все эти тесты нужно запускать по-разному, поэтому мы их тоже маркируем и разделяем аннотациями. Далее, разумеется, тестировщикам хочется запустить какой-то пакет, какой-то класс, какой-то метод. Такая возможность тоже есть. Плюс у нас есть тесты на разные группы. Например, если вы тестируете сообщение, вы можете в сообщениях отправить фото. Получается, этот автотест отвечает и за сообщение, и за фото. У него будет два тега — message и фото, например. И вы таким образом можете промаркировать все тесты, определить, каким категориям они относятся, где у вас есть пересечения, и запустить автотесты по тегам. Вы хотите проверить все тесты, которые связаны с фото на портале. Они у вас промаркированы, вы можете добавить тег фото, и, соответственно, запустят именно такие тесты, вам не нужно об этом думать. Ну и у нас есть такая штука, но она не особо пользуется популярностью. Мы запускать умеем автотесты по имени автора автотеста. Это тоже делается с помощью аннотации, но это редко используется. Получается, вот такие у нас пять вариаций аннотации, которые мы используем, и мы добавляем их, как только нам нужны различные вариации, что хотят разработчики, что хотят тестировщики. Также мы настроили запуск через TeamCity, там тоже есть определенные фишечки. Мы умеем запускать тесты на разных средах, можно указать, то есть у нас есть, например, тестовая среда, у нас есть production среда. Все это можно указывать, и, соответственно, тесты будут смотреть на ту среду, на которую вы хотите или хочет тестировщик. Мы умеем запускать тесты с разными режимами strict mode. Это тоже была просьба разработчика, чтобы следить за тем, что у нас происходит. И мы умеем запускать с разными всякими дополнительными логами. В принципе, это тоже идет от ребят, то есть что они хотят увидеть, то мы и добавляем наши запуски и отслеживаем. И здесь как бы можно добавить все, что необходимо, мы это и делаем. Окей. Что мы делали для того, чтобы запускать тесты, как их запускать и так далее? Мы запараллелили все, что можно, то есть действительно у нас осталось там меньше 20 тестов, которые со статическими ботами из нашей тысячи. Мы навесили аннотации под разную логику, все, что только можно, и периодически добавляем эти аннотации по требованию. Мы настроили запуск с кастомными параметрами, со всеми, которые могут кому-либо понадобиться, и также мы их постоянно обновляем и добавляем. Окей. Теперь я тогда расскажу, как у нас в принципе все поменялось за несколько лет. Я здесь выбрала три ключевые точки. Это 2018, 2020 и 2022 год. И будет небольшая статистика. Вот как у нас росло количество автотестов. В 2018 году у нас было 300 автотестов. Это тот год, когда мы переписали все три сотни автотестов на эспрессо. До этого мы использовали Работиум. Работиум нам не подошел. Соответственно, мы захотели все это переписать. Тогда у нас автотесты переписывали порядка двух с половиной человек, и нам потребовался год, чтобы переписать все эти три сотни. В 2020 году у нас уже 700 тестов. Там уже чуть больше людей их пишут, но тоже не особо много. И уже в этом году сейчас мы перешли за порог в тысячу автотестов. У нас уже начали писать тесты андроида и продуктовые тестировщики по командам. Все больше людей туда включаются, и, соответственно, тесты начинают очень быстро расти. Проценты падающих автотестов. Здесь можно увидеть, что при том, что у нас сейчас тысяча автотестов, а до этого было 300 и 7, процент падающих автотестов у нас сильно снизился. Он у нас сейчас либо один, либо иногда бывает 2%. Мы постоянно хорошо следим за нашими тестами, мы не допускаем сломанных автотестов в мастер-ветку. Это нам очень сильно помогает. У нас маленький процент падающих. Время запуска у нас на самом деле не особо сильно изменилось, хотя количество автотестов сильно возросло. В этом нам помог как раз-таки параллельный запуск, то, что мы можем запускать достаточно много тестов, 750 одновременно. Соответственно, это как было порядка 20 минут при трех сотнях, так и осталось при тысяче те же самые 20 минут. Что у нас было? Раньше у нас не было ни ретрая действий, ни ретрая шагов, то есть ни в коде, ни в кюранере. Соответственно, ретрая в тестах тоже раньше не было. Все это появилось после 20-го года. Сейчас все эти три компонента есть. Они сделали также наши автотесты сильно стабильнее. И немного про запрет мерджа. Как я сказала, сейчас у нас есть полная логика запрета мерджа в пул-реквестах. В 2018 году ее не было. Ее впилили примерно в 2019, но до 2021 года она была немного другой. Что мы делали раньше? Мы брали эталонный прогон на девелопе и смотрели, какие тесты зеленые на девелопе, а у нас красные условно. Соответственно, учитывая, что на девелопе какие-то тесты тоже могут флакать, у нас тесты могут флакать. Это был не самый надежный метод, и по нему запрет мерджа работал так себе. То есть разработчики ругались, все были недовольны из-за этого, поэтому мы старались придумать ту логику, в принципе, что у нас и получилось, которая сделала бы стабильный запрет мерджа, чтобы были довольные тестировщики. У нас находились баги на момент разработки, всего каких-то фич, продукты и так далее. И, соответственно, разработчикам тоже было комфортно, они могли понимать, какая появилась проблема, они все это видели из своего пул-реквеста и понимали, как это устроено, как они должны починить и какие тесты они должны починить. Вот такие у нас результаты сейчас. Соответственно, если у нас осталось время, то вы можете позадавать какие-либо вопросы. Если вам понравились рисуночки из моей презентации, то на левом QR-коде вы можете их скачать себе в Telegram. И если вам понравилось, как у нас все устроено, вы можете пройти по QR-коду справа. Очень приятно было с вами повзаимодействовать, если это так можно назвать. Ну и, соответственно, вопросы. Леша, у нас есть еще время? Раз. Эмилия, спасибо большое за доклад. Очень круто. Ребят, все вопросы, которые у вас есть, пишите, пожалуйста, в чат. Вот здесь есть QR-код, он ведет в Telegram. И я уверен, у вас есть вопросы какие-нибудь интересные. В чат уже на самом деле написали вопросов. Ты меня обманываешь? Нет, правда написали. Поэтому пишите, пожалуйста, вопросы в чат, и мы сейчас часть вопросов посмотрим, и часть вопросов мы разберем также в дискуссионной зоне. А давай, наверное, первый вопрос, который вот из чатика я возьму, это зачем, в принципе, нужны нестабильные и вечно падающие тесты в прогонах? Я бы не формулирую это, как зачем нам нужны нестабильные автотесты. Я бы сказала, что, к сожалению, UI-тесты просто иногда не могут быть стабильными. То есть они нам не нужны, мы бы рады от них избавиться. Но если мы их уберем, нам придется все это проверять вручную. То есть я говорила, что у нас было три дня регресса для тестировщиков. Они, мне кажется, ну не очень любили три дня регрессить раз в две недели. Сейчас это четыре часа. Мы можем смотреть на результаты автотестов, смотреть даже на вот эти нестабильные автотесты и, соответственно, понимать, что у нас что-то пошло не так. Вечно падающие тесты тут, конечно, они должны либо удаляться, либо переписываться, фикситься. Здесь вопросов нету. Дело в том, что у нас просто вот этот вот момент, когда мы смотрим на вечно падающий тест, он очень короткий. То есть автотест мог попадать четыре дня, мы его уже занесли в категорию вечно падающих. Вы просто еще не успели починить. Возможно, уже на это есть какая-либо таска. Ну, круто. В целом, логично объясняет, зачем они запускаются. Хорошо, тогда следующий вопрос. Делаете ли вы тесты смоки, отдельно санитарные тесты, отдельно тесты регресса? Есть у вас такое разделение? У нас есть такое разделение на вебе. На андроиде у нас есть категория смок-тестов, которые, вот если хотя бы один смок-тест упадет, но он всего один, то у нас, соответственно, запрещается мердж. Это вообще отдельная логика, которая прописана. У нас обязательно связан с миграцией баз данных, то есть это прям гиперважный для нас тест. В андроиде нет в этом смысла, потому что мы смотрим на все тесты. Нам нет смысла выделять смок-тесты, потому что они все для нас важны. То есть нам важно, чтобы весь регресс проходил. Но в вебе, учитывая, что у нас там типа две с половиной тысячи автотестов, там у нас есть смок-тесты, и они являются приоритетными. Если падают смок-тесты, соответственно, на них прям нужно обратить внимание, это пожар-пожар. Круто. Окей. Тогда мы, наверное, сейчас переместимся в дискуссионную зону, и остальные вопросы мы разберем там. Я еще хочу на всякий случай напомнить, что в зоне, где ходим, есть столбики, на них есть небольшие скетчи. И в этих скетчах какие-то тезисы с прошлых докладов с Гезенбага. И там у каждого тезиса есть QR-код. И вот по QR-коду нужно определить, ну, Google форума откроется, и нужно определить, чей это доклад, автор этого доклада, и по результатам вот этого маленького конкурса будет разыгрываться билет на Гезенбаг на 23-й год, на осень, в конце, собственно, этого Гезенбага. Так что все, кто еще в этом не участвовал, пожалуйста, поучаствуйте. А сейчас мы перенесемся с тобой в дискуссионную зону. Спасибо тебе большое за доклад. Всем спасибо.